Привет друзья! Сегодня у нас на обзоре обновленный, не побоюсь этого слова, легендарный Райк модель P801 с индексом G, то есть G10. Он подвергся изменениям не только снаружи, но и внутри. Все это мы подробно сегодня рассмотрим. Нас ждут сюрпризы. Для кого-то хорошее, для кого-то не очень. Начинаем! Итак, вот он красавчик, Райк 801 вариант G10, который вышел на замену модели, у которой цельно стальная рукоять, то есть и обратная плашка с фреймом и фасадная выполнена из стали, что не могло сказаться на весе. Нож достаточно увесистый, здесь должно быть все хорошо, чуть позже мы вес проверим. Вышел нож в двух вариантах G10, один вот такой, как у меня, не потеряйка, с клинком без обработки, также вышла версия с зеленым G10 и с клинком с обработкой. Почему я выбрал именно вот эту? Во-первых, потому что не потеряйка, во-вторых, здесь у нас сэндвик, то есть нержавейка, покрытие не требуется. И в-третьих, версия в зеленом G10 и с обработкой стоит дороже. Не сильно, но так и есть. Далее, рассмотрим сам G10, здесь у нас присутствует довольно-таки шершавая, цепкая текстура, обычная фурнитура под торцы, крупное темлячное отверстие. Вокруг осевого, с обеих сторон, есть шайба из цветного металла. Если мы посмотрим на нож с торца, увидим здесь всего лишь две бонки, плюс стопорная, то есть у нас открытая конструкция, которая легко продувается, то бишь чистится. Никакого лайнера мы не наблюдаем, есть только фрейм с обратной стороны. Фрейм стальной, сухарь здесь не требуется, керамический шарик мы посмотрим на разборки. Клипса выполнена из стали, имеется вот такая обработка под шайбу. Кстати, шпеньки тоже у нас в синем цвете, это уже такое на любителя. Если бы он был полностью серый, ничего плохого не было, но плюс в том, что клипса у нас хотя бы слегка обработана и не так сильно будет привлекать внимание. Отличная гибкость, глубокая посадка и смотрим, как нож садится на карман. Далее, вот такой у нас клинок, довольно-таки резучий. Собственно, обрисы сохранились и перешли от прошлой модели. Обработка Stone Wash, присутствует надпись Rike, тоненько-тоненько сведен. С обратной стороны у нас маркировка стали, Sandvik 14C28N, топовый Sandvik и какие-то еще маркировки. Тонюсенькое сведение, как я сказал, довольно-таки агрессивный кончик, можно делать и распаковки. Давайте посмотрим на обух. Длина клинка, кстати, если мерить от вот этого выступа до кончика, 86 мм. Обух, сами посмотрите, какой, то есть в районе 2 мм. Получается такой супер резачок, который должен и обязан резать. Собственно, давайте посмотрим, как он справляется, например, с тем же сыром. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вес у ножа составляет, при длине клинка, 86 мм, практически 86 грамм. Отличные характеристики. Вот такая механика сейчас, не с коробки. Почему сейчас? Да потому, что я нож переставил на шайбы. Значит, изменилась конструкция внутри. Для кого-то это будет плюс, для кого-то минус. Мне лично вот такие действия понравились, потому что сейчас уже нет никаких фрезеровок. И можно нож легко переставить на шайбы. В общем, посмотрите сами, все видно на разборке. Итак, разборка. Что мы тут видим? Во-первых, видим, что на плашке из G10 отсутствует лайнер. Вместо этого присутствует вот такая шайба стальная, чтобы подшипники катались не под G10, а по этой шайбе. Далее видим, что у нас довольно-таки мясистый клин. Без фрезеровок выглядит довольно-таки надежно. Если мы посмотрим на фрейм, увидим здесь керамический шарик детента, что, собственно, неплохо. И в целом конструкция выглядит довольно-таки продуманной. Но если обратить внимание на сами подшипники, мы можем понять, что это те же самые подшипники, которые сейчас использует компания SRM. И поэтому недаром здесь их аж 4 штуки. Почему их 4 штуки? Потому что в недавнем обзоре на ножи от компании SRM я эти модели пересадил на шайбы. Получилось довольно-таки неплохо. И здесь у нас два варианта. То есть, если вы не предвзятый нажиман, вам нужен нож только лишь для EDC, то вы можете оставить все как есть. Если вы какой-то гурман, либо продвинутый нажиман, то лучше, конечно, поставить этот нож на шайбы. Ничего делать не нужно. Они такой же толщины, как эти подшипники. Например, берете те же шайбы от Ганза, либо какие-то другие, просто меняете местами и все. Геометрия не нарушается. Толщина та же самая. Уже все проверено. Две санремки у меня на шайбах. И отлично работают без люфтов и тому подобное. Поэтому, уточняю момент. Можно ничего не делать, оставить на вот этих маленьких подшипниках, но все-таки шайбы лучше. И если у вас есть возможность, лучше переставить на шайбы. И, например, если вы пустите нож в песок, он у вас продолжит работать, а не заскрипит или появятся какие-то другие проблемы. Вот, в принципе, все по разборке. Вот такой резачок, да еще на шайбах, для меня практически идеальный EDC. Можно оставить и на подшипниках. Вы получите механику даже на уровень лучше. Сейчас, как видите, под своим весом клинок не падает. Идет притирка к шайбам. Подшипники дают эту возможность клацать, играться в этом их плюс. В шайбах есть свои плюсы. Во-первых, они защищают осевой от остатков пищи. Осевой более в ухоженном состоянии остается. Не попадает пыль, песок и так далее. Плюс боковые нагрузки тоже никто не отменял. Но это все для продвинутых, так сказать, нажиманов, кто хочет получить максимум. И вот эта модель новая, 801-я, дает такую возможность. То есть, если раньше были фрезеровки у нас в лайнерах, в клинке и так далее, шайбы мы не могли подкинуть. Сейчас у нас чистый клин. Просто кидайте шайбы, кто хочет, и пользуйтесь. По удержанию в руке. Значит, здесь у нас есть вот такие насечки. Довольно-таки цепкие. Даже очень. Есть подпальцевая выемка, сняты фаски. И там тоже насечки. Есть упор в виде плавника. Отличный хват с большим пальцем. Можно просто малоточным. Вот так это выглядит. Ну и все другие охваты нож поддерживает. По габаритам. Давайте сначала с другим райком. Тоже обновленная модель версии 671. Наоборот, вышла в Титане. Была в G10 с ламинацией под карбон. Выпустили в Титане. Теперь 801 был в Стали, выпустили в G10. То есть, стараются угодить максимально широкой аудитории компании Райк. И делают все возможные варианты. Далее сравним просто со всеми другими моими морковками. Что у меня есть. Вот такой токрей со сменными лезвиями. Вот так смотрится. Если мы говорим о габаритах. Далее у меня есть на шайбах опять же вот такой гонзеныш 759. Отличнейший нож. Единственное, здесь я установил с Алика клипсу глубокой посадки. Так тоже мне очень нравится. И вторую половину 2003 года я отходил практически в одну калитку с этим ножом. Далее у меня есть вот такой кубик с Пайдереныш. Тоже морковный. Вот такие габариты можно сравнить. Есть, конечно, мой любимый Ганза вообще. Из всех моделей 921. Тоже морковный. И здесь уже практически по габаритам. В частности, по клинку мы видим, что уже практически равны. И есть вот такой токрейский кинжал. Тоже непотеряный. 440С нержавейка. Не для реза. Больше, так сказать, для души. Поиграться. Ну вот, в принципе, вы увидели, как новый райк выглядит на фоне других ножей. В частности, морковок, которые у меня есть. На этом все. Все ссылки будут в описании. Нож стоит в районе 1700 гривен. Версия с зеленым G10 и с покрытием стоит на 100 гривен дороже. Либо на 200. Точно не помню. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова